Здравствуйте, Александр Инковский, с вами в эфире Черноморская телерадиокомпания, в нашей студии Мария Санекова, финансовый эксперт. Здравствуйте, Мария. А говорить мы сегодня будем вот о чем. Я так понимаю, что есть о чем поговорить. Приехала миссия МВФ в нашу страну, Международный валютный фонд. Простая аббревиатура, но как много, как дорога нам эта аббревиатура. Я так понимаю, что они сейчас, эти люди из МВФ, они сейчас проверяют вообще давать деньги Украине дальнейшей или не давать. Или какая-то другая у них миссия. Да, действительно, мы наконец-то рады приветствовать миссию МВФ на территории Украины. С 12 ноября уже работают они и принимаются решения относительно продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Была загвоздка в выплате третьего транша поддержки Украины финансовой. У нас есть необходимость дополнительно продолжения сотрудничества с ранее взятыми долговыми обязательствами. То есть, выплата трех миллиардов России. И вот это основная загвоздка, почему, собственно, мы сейчас и имеем с вами вот такую вот работу миссии. То есть, именно из-за российских денег этот прессовет? Нет? Нет. У нас еще дополнительно произошла задержка выплаты третьего транша по поводу того, что не было своевременно проведена реструктуризация частных кредитов. Вот, скажем так, там были определенные, ну, в том числе и бюджет 2016, который не принят, и миссия МВФ требует принятия этого бюджета. Это налоговая реформа, которую Международный валютный фонд хочет провести на территории Украины. И после этого будут выплачены средства. Украине необходимо выплатить России ранее взятые долговые обязательства в декабре текущего года. Это, если говорить о дедлайнах некоторых, то есть о сроках, когда Украине нужны деньги Международного валютного фонда, дабы расплатиться. То это где-то середина декабря, дабы прошли все платежи. То есть, сейчас и работа Международного валютного фонда с Украиной, и оперативность принятия решений будут достаточно скорыми и быстрыми. То есть, скажите мне, пожалуйста, скорее будет позитивное, негативное решение МВФ? У меня оценки умеренно оптимистичны, что Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной. И в том числе были заявления официальных представителей Лагард о том, что даже в случае, если будут попытки блокировать решения продолжения сотрудничества, то есть со стороны Российской Федерации, если будут попытки блокировать такие решения о поддержке Украины, то все-таки МВФ продолжит сотрудничество. Даже если будет необходимость объявить технический дефолт, то Украина получит траншфин поддержки со стороны Международного валютного фонда. То есть это предварительное обещание, которое Украина получила от кредитора. Собственно, заинтересованность МВФ. Они верят на протяжении всего 2015 года в Украину как взаимодействие. Я вот нашим зрителям хочу напомнить, что вот эту программу кредитования экономики Украины МВФ одобрила еще 11 марта. И это причем программа общим объемом 17,5 миллиардов долларов, общим сроком на 4 года. Первый транш получила Украина уже в объеме 5 миллиардов долларов 13 марта. Второй чуть меньше 2 миллиардов 4 августа. И вот сейчас, я так понимаю, идет речь про третий транш. Хорошо, но сколько из этих денег вообще, которые приходят от МВФ, я так понимаю, что в реальную экономику они не попадают. Они фактически идут. Куда вообще эти деньги идут, которые МВФ дает? Эти деньги сейчас идут у нас на пополнение золотовалютных резервов, дабы при необходимости Украина могла расплатиться опять-таки со своими задолженностями, с государственными долгами. То есть продать эти деньги, грубо говоря, и рассчитаться по государственным долгам? Да, пока что даже не рассчитаться по государственным долгам. То есть пока что мы набиваем золотовалютные резервы, дабы при необходимости могли расплатиться. То есть если у нас не будет свободных денег, чтобы была возможность расплатиться с кредиторами. Мы с вами общались на протяжении 2015 года относительно как раз вот этих вот денег, которые Украина получает. И фактически вот эта поддержка, сотрудничество, это абсолютно технический такой момент. То есть мы получаем деньги, мы пополняем золотолётные резервы, то есть экономика Украины не получает. Не получает ничего. Но смотрите, ну а вот хорошо, сейчас то, что требует Российская Федерация. Я не буду забегать немного вперёд, я просто вот требует вернуть 3 миллиарда долларов, которые были выданы ещё правительству Азарова, эти деньги, 3 миллиарда, извините, 3 миллиарда, в 13-м году, вот эти 3 миллиарда, их же надо будет взять, это же не национальный банк их выдаст, это же надо будет выдернуть деньги из бюджета, да, купить на них валюту, ну так вот я совсем утрирую, да, и отдать Российской Федерации или нет. Или это просто Нацбанк вот возьмёт каких-то золотовалютных своих резервов и вернёт эти деньги Российской Федерации. Фактически можно было бы взять из золотовалютных резервов и без проблем вернуть Российской Федерации долг. Как на протяжении 15-го года правительство Украины заявляло, что проблемой не будет возвращение долга России. Но потом есть такой момент, что МВФ хотел уровень золотовалютных резервов Украины видеть к концу года на отметке 15 миллиардов. Мы приближаемся, то есть вот сейчас мы находимся на отметке почти 13 миллиардов долларов, это золотовалютные резервы Украины. И по сути, если мы получим 1,7 миллиарда в этом году от МВФ, то как бы мы почти дойдём к отметке 15 миллиардов по золотовалютным резервам. То есть взять деньги из ДВР и выплатить России, в таком случае МВФ скажет, ну как бы вы вот по техническим задачам не выполняете требования, которые мы хотим видеть. А смотрите, мне вот интересно понимать, почему такие требования вообще, почему должно быть там, не знаю, 15 миллиардов золотовалютных резервов, там 12, 25, 105, ну просто интересно, да? То есть я понимаю, когда это требование к какому-то коммерческому банку, там иметь 10 процентов, грубо говоря, ко всем операциям, чтобы было обеспечено собственным капиталом. Ну почему это важно, так важно для государства? Есть определённые требования, вот есть там пункты, по которым уровень золотовалютных резервов будет достаточным или недостаточным. То есть это, образно говоря, способность у страны покрыть какие-то свои обязательства. То есть в частности по золотовалютным резервам у нас есть необходимость покрытия трёх месяцев импорта. То есть вот мы должны фактически своими ЗВР перекрывать. Это минимум необходимый для того, чтобы Украина, не Украина, а в принципе страна была не на грани дефолта, а вот как бы в нормальных условиях. Соответственно 15 миллиардов это тот уровень, который нам необходим, дабы быть не на критичной отметке. То есть если наша страна была бы, была бы больше, обладала бы большим количеством импорта, ввозила бы больше товаров, то нам нужно было бы ещё бы больше это увеличить. Да, 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 да. Объём золотого линкоризма должны были бы увеличить. А если вообще запретить, не знаю, этот самый импорт и тогда? Вот вы знаете, это была одна из таких антикризисных мер, которую экономисты страны рассматривали как вероятный сценарий. То есть профильные специалисты действительно считали адекватным, например, запретить временно на 2014-2015 год ввоз той же, ну давайте так, дорогой сантехники. Не критически значимого такой импорта, да? В условиях падения экономики страны, в условиях проведения той же антитеррористичной операции на территории Украины, это были не настолько необходимые ввозы товара. То есть это тот вариант, что можно было бы запретить и фактически мы бы снизили с вами объём импорта. Ну да, это я понимаю, но хорошо, мы же не будем всегда, ну я надеюсь, во всяком случае, что мы не будем всегда считать каждую копейку, когда-то у нас там возобновится рост экономики. Вы хотите оптимистичный сценарий услышать, когда мы вздохнём? Да, да. Я, наверное, тут не придерживаюсь оценок правительства, то есть у меня более пессимистичный сценарий, что даже в 2016 году экономика Украины вряд ли будет восстанавливаться, учитывая объёмы падения в 2015 году, то на рост какой-либо, ну тут знаете, как бы не только Украина, то есть нельзя говорить, что только негативная ситуация внутри страны, структурные проблемы, те же коррупционные проблемы, да, необходимость проведения тех же налоговых реформ. То есть не только внутренние проблемы давят на экономику. Мы с вами наблюдаем падение товарно-сырьевых рынков за 2015 год, серьёзное. И это не только связано с Украиной, да, это вообще связано с ситуацией на мировых рынках. Мировая экономика замедляется. На примере Китая, на примере, давайте, развивающихся стран, та же Россия. То есть мы наблюдаем с вами где-то замедление темпов роста экономики, а где-то и падение. То есть если взять по Китаю, то там идёт замедление темпов роста, но они по-прежнему как бы остаются на плаву. Вот, но экономика нашей страны, она падает. И вот смотрите, Международный валютный фонд сохранил прогноз по Украине падение на 9% по результатам этого года экономика, да? А, правда, на 2016 год он так достаточно, ну не знаю, осторожно, оптимистично рисует нам 2% роста. Я вам хочу сказать, что присутствовало при создании прогнозов при экономике в рамках сотрудничества, да, скажем так, по прогнозам в 2013, 2014 году, в 2015 году. То есть я наблюдала, каким образом создаются прогнозы, да, и оценки каждый квартал, они пересматриваются. Так вот, на 2015 год также были оптимистичные оценки. То есть берётся консенсус определённый и на основании оценок профильных специалистов, да, выводится вот такой прогноз. Так я вам хочу сказать, что каждый квартал пересматривается в сторону понижения. То есть изначально на год идут оптимистичные оценки, но затем они пересматриваются в сторону ухудшения. То есть это может быть не плюс, а может быть и минус, да, потом, в конечном итоге. То есть на текущий момент мы видим с вами оптимизм и веру в то, что, например, ну, давайте так, даже налоговая реформа нас вытянет, либо там мы продолжим сотрудничество с Европой, Европа будет больше наших товаров покупать, но вы видите, что и в Европе существуют определённые проблемы, и не исключено, что сотрудничество не будет столь оптимистичным с Украиной, как поставщиком определённых товаров. Вы имеете торговое сотрудничество в первую очередь, да? Совершенно верно, то есть то, за счёт чего мы можем получить денег в страну, то есть наполнить бюджет страной. И смотрите, ещё очень важно нашим зрителям, да, то есть когда 9%, то есть вот экономика упадёт на 9%, а вот потом это уже отупавшие 2%, да, всё равно это же 9% никак не перекроет. То есть это всё равно будет хуже, чем вот 2016 год, даже при условии роста, всё равно будет хуже, чем 2015. Правильно или нет? А вы имеете в виду, то есть буквально по структуре, но если у нас будет падение на 9%, то определённый рост, то есть база сравнения, конечно же, будет низкой, вот, но тем не менее это всё равно будет позитивная тенденция. Вот, то есть база сравнения у нас будет несколько снижаться за счёт падения в предыдущие годы. Хорошо, то есть тогда более просто, да, то есть это лучше или хуже? Это лучше, безусловно, то есть определённый рост это лучше по той причине, что восстанавливается деловая активность, то есть будут поступать какие-то ресурсы финансовые в том числе. Вот, это безусловно позитивная динамика. А скажите, вот как можно просто узнать людям о том, что вот теперь будет хорошо, вот теперь будет лучше, вот по каким индикаторам? Вы имеете в виду для населения страны? Да, для населения страны. В первую очередь население будет ориентироваться, и уже не один год ориентируется на стабильность курса национальной валюты, на отсутствие сильных скачков роста цен на основные товары. То есть если мы посмотрим на структуру потребительской корзины каждого из нас, то есть каждого конкретно взятого жителя, большая часть, порядка 51%, это будет продукты питания, затем порядка 30% это ЖКХ, то есть если мы возьмём по доле, по весам в потребительской корзине, то есть основная часть это продукты питания, ЖКХ, затем уже будут эти обучения, транспортные расходы, это обувь, одежда, ну скажем так, и в том числе, да, то есть это будут либо табачные, либо алкоголь, вот, то есть там уже уменьшение идёт значительное. Население в первую очередь ощутит улучшение, когда перестанут расти цены на продукты питания, а приостановка темпов роста цен на услуги ЖКХ, то есть это основной индикатор, ну и конечно же стабильность национальной валюты. Мы с вами наблюдали на территории Украины до октября, до конца октября 2015 года стабилизацию курса национальной валюты. По какой причине? По причине ожидания парламентских выборов. За вот этот период, то есть население уже достаточно грамотное и привыкло понимать, что это не популярные меры расшатывания валютного рынка. До октября стабилизировался валютный рынок и мы с вами увидели на протяжении двух месяцев приток по депозитам национальной валюте на Украине. То есть люди понесли деньги в банки? Да, я больше чем уверена, что это краткосрочные были вклады, то есть на месяц, на три месяца, это более интересные, привлекательные такие. Даже по предложениям со стороны коммерческих банков это более привлекательные сейчас вклады. Не исключено, что динамика продолжится даже до конца 2015 года. В рамках того, что у нас закончились выборы, можно ожидать какого-то скачка курса национальной валюты. Но все-таки правящая партия будет стараться удержать, и в том числе Национальный банк будет стараться удержать курсы в рамках 26. Хорошо, вот смотрите, мы видели эту стабилизацию курса, сейчас мы видим после выборов, вот мне говорят, вот держат до курса, вот знаете, такой просто, не знаю, можно назвать кухонными разговорами, когда говорят, ну вот это же до выборов, держат курс, а после выборов его отпустят. Я говорю, ну не может быть, нет же предпосылок, или так далее. И каждый раз мы наблюдаем. И каждый раз я вижу выборы, и пусть небольшое, но тем не менее ослабление курса гривны. Да, так и произошло в этот раз. А с чем это связано? То есть это психология, или это, не знаю, или это выплатили деньги каким-нибудь очередным вкладчикам из фонда гарантирования вкладов? Просто это продолжение наращивания спроса, то есть спрос сохраняется на иностранную валюту, даже со стороны, я абсолютно вот уже нормальным считаю, что население нашей страны интересуется курсом, даже на черном рынке, в банковских структурах, вот курсом валюты. И понимая, что будет стабильным на протяжении всего октября курс, еще сидят в гривне, только подходит к выбору, начинают уже покупать. Ну и, соответственно, даже мы в ноябре можем наблюдать продажи физических лиц на черном рынке. То есть это нормальная динамика, спрос растет на валюту, да, и, соответственно, мы видим расширение спреда по курсу доллара, по курсу евро. И раз есть спрос, предложение, конечно же, увеличивает цену. Окей, да, но откуда берется гривна? То есть вот нет-нет спроса, да, как бы вот, а потом моментально, резко возникает спрос, то есть возникает, что какое-то дополнительное количество гривен на руках у людей? Зарплаты продолжают выплачиваться, скажем так, и продолжаются спекуляции теми же долларами и евро, вкладами. То есть вот какие-то сбережения у населения все равно есть, вот они пытаются заработать. Это какая-то шагреневая кожа, но... Я вам скажу, что это абсолютно нормальная динамика в России, да, то есть население привыкшее к тому, что они отслеживают налоговые какие-то выплаты, они отслеживают решения по процентным ставкам, динамику нефти, вот, и они понимают, что можно, например, там, в определенные числа месяца купить валюту, потом нужно продать валюту. Это вот такая вот определенная спекуляция. То есть, в принципе, опыт перешел и на Украину. Мы привыкли за годы, скажем так, курса 8, да, к тому, что гривна постоянно стабильная, и не было смысла спекулирования наличностью. Сейчас население Украины уже как бы перестроилось. Много ли там заработаешь, да, даже на каких-то колебаниях 8,08, 8,09, да, и, ну, надо быть каким-то уж очень прозорливым человеком. Хорошо. Знаете, еще хочу задать вам такой вопрос, обязательно его сейчас задам. Значит, сегодня президент Российской Федерации, раз мы уже заговорили об этом, господин Путин сказал, сделал такое очень интересное заявление. Мы сделали, цитата, на мой взгляд, неожиданное предложение нашим партнерам. Мы не просто согласились реструктуризировать украинский долг, а мы предложили лучшие условия, чем от нас просил Международный валютный фонд, сказал Путин. Нас просили перенести платеж на следующий год в объеме 3 миллиардов долларов, а я сказал, что мы готовы на более глубокую реструктуризацию, готовы на то, чтобы в этом году вообще не получить никаких денег, а в следующем году получить миллиард, а в 2017 году еще миллиард, и в 2018 году еще миллиард. Ну и при этом Путин отметил, что ждет от западных партнеров гарантии кредитоспособности Украины. На ваш взгляд, это, знаете, это просто как бы, ну, Путин дразнит просто как бы западных партнеров Украины, или это реальное предложение о том, что он готов пересмотреть условия погашения Украины этих долгов? Я достаточно, опять-таки, оптимистично вот оцениваю сложившуюся ситуацию, и это безысходность определенная, то есть были заявления со стороны Украины о том, что мы не сможем выплатить 3 миллиарда долларов, и, наверное, здесь больше такой лояльный шаг, дабы не обострять конфликт, то есть тут мы больше не экономики касаемся, а политики, то есть политически это такой действительно лояльный шаг по снижению обострения отношений между двумя странами, дабы не остановиться в позу, да, и не требовать срочно вернуть, ну, как бы, что повлекло бы за собой, не исключено какие-то, может быть, и санкции со стороны Запада, да, как бы мы с вами за последние два года привыкли к тому, что вокруг Украины и за Украину вступаются, скажем так, другие страны, вот, поэтому, наверное, это все-таки адекватный абсолютно шаг и понимание того, что по-другому Украина может не вернуть эти деньги, либо вернуть с отсрочкой на достаточно долгий срок. Да, но опять-таки, да, Россия, Россия, словами помощника президента Российской Федерации господина Ушакова говорит о том, что вот должны быть, в общем, все должно быть уплачено четко в установленные сроки, дата погашения 21 декабря вот текущего года, а если Украина этого не сделает, то мы оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции. Я понимаю, что всегда вот в отношении клиента банка, да, всегда все-таки стараются как-то договориться на, не доводя дело до суда, потому что суд это может длиться не один год и потом еще неизвестно в чью сторону примет, а вот когда такие отношения о заимствовании между одним государством и другим государством, как часто вообще практика, есть ли такая практика обращения в суды? Ну вот одного государства к другому государству. Я вам исторически не дам точно ответы, пускай с примерами по странам, но если существует такая мера, то значит могут этим пользоваться. А если посмотреть, опять-таки, да, на отношения наших двух стран, то, наверное, это абсолютно нормальный шаг. Вы имеете обращение в суд? Нет, наоборот, по реструктуризации. Да, потому что Украина, например, при наличии тех же военных действий на территории в восточной части страны, да, могла бы обратиться с просьбой о списании части долга. Этого не произошло. То есть дабы продолжить сотрудничество с МВФ и пытаться стать на путь восстановления экономики некие, не было такого обращения с попыткой сократить себе долговые обязательства. То есть не исключено, что те же 3 миллиарда попали бы под эту сумму о сокращении. То есть мы сохранили все ранее взятое, да, и продолжаем выплачивать. МВФ на протяжении 12-13 года видел обязательность выполнения долговых обязательств. То есть действительно все выплаты проводились в срок по мере возможности. Ну и, соответственно, за счет чего нас и продолжают поддерживать. Хорошо. Смотрите, значит, есть у нас еще два вопроса от нашего партнера. Это сайт-обозреватель. Вопросы два звучат. Первый звучит так. В прошлый приезд Миссии МВФ осталась недовольна реформами в Украине. Да, а как вы думаете, сможет ли вот в этот приезд правительство исправить это впечатление? С моей точки зрения, да, потому что, несмотря на то, что Украина понимает, знаете, Украина сейчас как Греция. Украина понимает в том, что ей будут помогать. Вспомним лето 2015 года, когда Греция торговалась за свои, скажем так, за получение дополнительных кредитов, дабы спасти свою экономику. То есть на грани фола совершенно, понимая, что даже Евросоюз может начать распадаться, Греция продолжала торговаться. Вот. Так Украина сейчас тоже, понимая, что будут помогать, да, она, ну, скажем так, у нас продолжаются определенные политические недоговоренности, то есть какие-то, да, не делаются шаги, которых требует Международный валютный фонд. И тем не менее, при наличии той же Миссии МВФ, которая работает с нашей стороной, с моей точки зрения, до конца года будут более оперативно приниматься необходимые реформы. То есть в приказном порядке и оперативно. Вот. И, кстати, тут второй вопрос у нас еще. Опять-таки от сайта обозревателя, читателей сайта обозревателя, означает ли приезд МВФ скорое принятие налоговой реформы бюджета, да? И какой вариант реформы, это уже третий вопрос, какой вариант реформы поддерживаете вы, и как он повлияет на бюджет 2016? Хорошо, давайте так. Означает ли это принятие налоговой реформы бюджета? Бюджета, да, налоговой реформы в том числе. То есть, да, действительно, мы должны в декабре принять все необходимые меры. Хорошо. Налоговая реформа от Министерства финансов. Ее, кстати, к моему удивлению, поддержал господин Сорос эту налоговую реформу. Не комитетскую реформу, которая достаточно либеральная, а поддержал реформу от госпожи Ересика. А вы поддерживаете? Да, наверное, тут лучше согласиться с той реформой, которую предлагает представитель власти. По одной простой причине, что человек находится в структуре и понимает определенные задачи, которые перед ними стоят, и все трудности, которые стоят. И, наверное, на ближайшее время это та реформа, которую нужно принимать. Да, но смотрите, понимаете, если мы поручаем реформировать, например, госавтоинспекцию ГАИшнику, то он сделает из нее просто-напросто улучшенный, покращенный вариант госавтоинспекции. То есть он увеличит, ну, к примеру, я могу только фантазировать. Кардинально реформа не произойдет. Кардинально ничего не произойдет. И когда получается или доверяется реформа Министерству финансов, но она просто делает какие-то косметические изменения для того, чтобы лучше получать деньги, а не структурно изменить и что-то изменить в этой экономике. Может быть, мы вообще, как бы там, наша экономика дышит на ладан абсолютно, да, и вот в таком виде наша экономика там обречена и может прожить всего лишь, там, не знаю, полгода. А надо что-то структурно менять. Вот я, честно сказать, да, придерживаюсь точки зрения о том, что вот действительно в нашей стране налоговая реформа, это все хорошо, но нам нужно больше, наверное, все-таки инвестиционных вливаний, нам нужно создание, работа. То есть, вот, ну, сейчас, да, для налоговых реформ хотят привлекать только крупный бизнес, хотя, может быть, не исключено, нам нужно было бы там брать и мелкий, и средний бизнес. Вот, это те составляющие, которые могли бы тоже поднимать экономику, то есть, дабы у нас все были заняты, как говорится, и все были при деле. Если говорить о восстановлении, то есть структурные изменения, они абсолютно, скажем так, они тоже нужны, но, может быть, не на данном этапе. То есть, человек, который находится в структуре, он может видеть ситуацию, как ее нужно менять поэтапно. И, возможно, мы видим с вами часть пути сейчас. Ну, возможно. Хорошо. Значит, и в завершении нашей беседы еще такой вопрос. Смотрите, Тарас Загородний сегодня вот дал вообще такой очень интересный прогноз. он говорит о том, что, несмотря на то, что особо, значит, на курс валют не влияют выборы, тем не менее, значит, вот эти местные выборы, значит, после этих местных выборов доллар может подрожать еще на 10-15%, а инфляция в следующем году может достичь 30%. На ваш взгляд, это реалистичный такой прогноз? Да, здесь я как раз тоже вот тут вот этот пессимистичный сценарий я тоже поддержу. То есть, курс национальной валюты, он недостаточно сильный, крепкий, и украинская гривна пока что не подкрепляется какой-то серьезной базой. То есть, в условиях слабых внешних рынков, в условиях того, что спрос на нашу продукцию, он будет сокращаться, снижаться, то есть, те страны, с которыми мы сотрудничали, в условиях, опять-таки, разрушения отношений с нашим главным, в прошлом, главным импортером России, то есть, спрос на нашу продукцию будет снижаться, и, соответственно, то есть, пополнение бюджета будет ослабевать. Говорить о том, что гривна будет чем-то подкрепляться, и гривне будут помогать, да нет. Даже из золотовалютных резервов уже не дадут тратить деньги интервенциями, как мы видели это в том, что в 2013 году вешеный выброс денег. Слушайте, ну и такой очень интересный получается момент. Нет, эти деньги не дадут тратить на поддержание курса. Вы говорите, что инвестиции, да, и вообще вот украинские такие инвестиционно-потребительские, да, можно так сказать, настроения, они будут расти только в том случае, если будет стабильный курс, да, то есть, ну так вот украинцы обращают внимание, если стабильный курс, значит, все хорошо. Мы говорим об инвестициях внешних, то есть, опять-таки, при низких процентных ставках, например, в той же еврозоне, мы можем рассчитывать на то, что инвестиционная привлекательность Украины может несколько повыситься. При отрицательных ставках в той же Швейцарии, то есть, просто хранение средств, оно неинтересное. И не исключено, что сейчас станет вопрос, извините, но куда девать деньги, да. То есть, как бы за счет этого могут определенные инвестиционные вливания пойти и на территорию Украины. Хорошо, будем смотреть. В принципе, ну, нашим телезрителям, напомню, что сегодня мы с Марией Сальниковой говорили о визите Международного валютного фонда в Украину, о том, что, ну, скорее всего, по мнению нашего уважаемого эксперта, деньги эти будут выделены, сотрудничество будет продолжено, хотя в следующем году нас ожидает не самая радужная картина, и тот же самый Международный валютный фонд так очень оптимистично говорит о росте максимум в 2%, при том, что падение ВВП в этом году планируется не менее чем 9%. Спасибо, что были с нами. Спасибо. Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании.